Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно сегодняшний киношедевр Уралки и Сарафана. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Мои хорошие, желаю вам хороших выходных, берегите себя, своих родных и близких. Да, и заранее прошу прощения за то, что выхожу так поздно, сколько у нас уже 5 минут пятого по Москве. Но вы знаете прекрасно, что в субботу я, как правило, никогда в первой половине дня не выхожу, потому что, потому что, опять же, выходные, то магазины, то уборка, то сегодня у меня была и уборка, и готовка, наварила вкусненного борща, достала классный зеленый лучок. Друзья мои, купила вкусный черный хлеб, обязательно покупаю черный хлеб, к борщу, к замечательному, причем в пекарне еще горячий хлебец. Ну и, конечно же, без домашнего сала с прослойками мяса, к борщу, конечно же, никак. В общем, ребята, просто настроение прекрасное, погода у нас замечательная, солнце светит. Я бы сказала, весна вовсю уже, такая красота. Настроение замечательное, всем желаю всего самого наилучшего. Пишите, да, и в телеграм-канале, и на ютубе, что вы сегодня готовите, и что сегодня делаете. Ну что, мы с вами приступаем к обсуждению сегодняшнего киношедевра «Уралки и сарафана». А там, друзья мои, а там, я бы сказала, рекламщица от Бога опять делает рекламу. У «Уралки» очередная рекламная интеграция, и «Уралка» там принялась ектать, как всегда. Ой, девочки, вы наши девочки! Ой, ребятки, прошу прощения, сейчас закрою окошко, а то кто-то там то ли кашляет за окном, то ли чихает, все уже. Ой, наши девочки, ну вы знаете, у фирмы «Тики-Текс» у них день рождения, и там вот по случаю дня рождения будут скидки, да, это такая радость. Радость, приятная радость, приятная. 15% скидка, это очень-очень хорошая скидка. Сейчас я вам все расскажу. Да, друзья мои, да-да, рекламщица от Бога, как всегда. Начала стонать, ектать, друзья мои, перечислила практически половину алфавита, вспоминая знакомые буквы. Ну и, собственно, собирая, собирая, друзья мои, свой, так скажем, «могучий», в кавычках, словарный запас, оу-у-у, замычала, заурчала, короче, как всегда, начала показывать, что же им пришло. И говорит, сейчас я вам все расскажу, для чего и для кого мы все заказали. Вот, говорит, я заказала бальзам для суставов, хочу ноженьки чуть-чуть подлечить. Ох, как, ребятки, представляете? Меда Виталика уже не помогли. С Виталиком покончено, друзья мои, раз и навсегда прошла любовь за вяли помидоры. То ли Виталик отказался от услуг Уралочки, я уже об этом рассказывала. То ли, друзья мои, Уралочка поняла, что меда совсем не помогает. Ну, я думаю, все прекрасно понимают, почему я говорю слово «меда». Да, понятное дело, что мед, но Уралка говорила всегда «меда», поэтому мы с вами так всегда шутили по этому поводу. Так вот, ребята, тот самый чудодейственный, да, вот этот вот мед, который просто от всех болячек и болезней не вылечил Уралочку нисколько, Уралочки, наоборот, уже пожизненно продлили инвалидность. Видимо, по этой причине они с Виталиком разошлись краями, остались, я бы сказала, кровными врагами. Ладно, это, конечно же, тоже степ, друзья мои, оно и понятно, что там был за Виталик перекупщик, что там были за меда, да-да. Так вот, ну, а сейчас некий бальзам для суставов. Хочу, говорит, ноженьки свои чуть-чуть подлечить. Ну-да, предполагает жрать опять в три горла, жрать, как поросенок у корыта, но думает, что будет жрать в три горла и периодически смазывать свои суставчики бальзамчиком, и, конечно же, конечно же, все вылечит, Уралочка. Ну, ты как всегда, ты как всегда, то и рекламировала мед, который от всех болячек и болезней. Ну, а теперь дошла очередь до некого бальзама, друзья мои, ну, посмотрим, что же излечит себя Уралочка или нет, или, как всегда, будет опять жаловаться на свое здоровье. Далее достает тушь и говорит, ну вот, заказала себе еще и тушь, да-да, я, говорит, разной тушью пользовалась, ну вот, вот такая вот тоже неплохая, в принципе, тушь. А вот, говорит, и подарок для дочки Сарафана, я заказала ей вещи. Ребят, вы знаете, вот что сразу хочу сказать. Я когда сегодня увидела, ну, как бы я увидела, что Уралка выкладывала, как обычно, да, свой ролик, мне пришло оповещение в рекомендованных, что вот такой-то, такой-то ролик вышел. Так вот, я когда увидела название ролика, в котором было указано, что они как раз-таки собирают, да, заказали вещи именно для вот дочки Сарафана, мне, ребят, сразу стало смешно. Объясню, по какой причине, я думаю, многие тоже, кто смотрят меня, ребята, на постоянной основе, и мальчишки, и девчонки мои знают прекрасно, почему я об этом говорю. Потому что то до этого два года практически про эту дочку Сарафана вообще не вспоминали, словно ее нет. Ну, вы знаете, вспомнить раз в год, раз в пятилетку, да, и отправить там какие-то две шмотки, которые вам вообще достаются на халяву, ну, это не вспоминать, да. То есть, если бы он о ней помнил, он бы говорил постоянно, да, вот купили. Вот эти шмотки, что Василек, что Тики-Текс, им приходят по два раза в неделю. То есть, можно было бы гораздо чаще заказывать что-то этой там девчонке и так далее. Но про нее никто даже близко не вспоминал. То есть, почти за два года о ней говорили, ну, раза четыре от силы, всего-навсего. Ну, так, на минуточку, да. Так вот, то есть, она была им сто лет не нужна, и тут, как только обосрались, как только вышли с очередным враньем и про скорую, и про то, что, да, когда Уралка рассказывает, что вот ей было так херово, так херово, а на самом деле там просто напилась, нажралась, набухалась, а потом ее там, да, как говорится, откачивали. Так вот, друзья мои, после этого надо как-то себя показать с лучшей стороны. И тут же сразу вспомнили про дочку Сарафана, мол, смотрите, какие мы хорошие, вот ей тут подарочки готовим. Ну, что ж, как говорится, ладно, готовим и готовим, когда уж они там эти подарочки готовили, то ли до гулянки, друзья мои, то ли после гулянки, понятия не имеем, да, ну, у них же там тоже, опять же, все эти консервы бесконечные, то есть, снимают, потом выкладывают, черти знает, когда. Да, короче, ладно. В итоге Уралочка начинает нам демонстрировать подарки для дочки Сарафана и говорит. Ой, я тут ей такое платьишко заказала. Да-да, мы давно ей подарки не заказывали, а она уже у нас девонька, не маленькая. Правильно, Уралочка, только ты у нас девочка-фефочка лет пяти по жизни, да, по состоянию твоей мозговой деятельности. Да-да, внешне, конечно, тебе, ну, на пять ты уж извини, Уралочка, никак не тянешь. И даже на шесть, и даже на семь, лет так на семьдесят пять, да, вполне себе очень даже может быть. Но, друзья мои, Уралка же всегда из себя изображает девочки, девочки. Ну, да, ку-ку-гриня, как говорится, а-ля улюга, а не гусей, да. Так вот, и она говорит про дочку Сарафана. Она уже девочка, не маленькая. Правильно, Уралочка, маленькая девочка, здесь только ты. А вообще мне понравилось, когда она на здорового лба, на обдушку двенадцатилетнего, у которого уже усы колосятся, говорит, ну, он же еще мальчик, он же еще ребенок, ребенок. А тут на девочку, которая младше его года на четыре, она говорит, а она уже не маленькая девочка, да, девонька не маленькая. Ну, да, действительно, где логика? Полнейшее отсутствие. Далее Уралка начинает показывать, ой, а вот и платьите заказали, такая нежнятинка. Вы знаете, вот любит Уралка что-нибудь стянуть у блогеров. То подынку Судакову пытается закосить, о чем я говорила не раз, особенно, когда сидит на мукбанках, да. Хотя до мукбанков Судаковой ей вообще очень-очень далеко. Кстати, у Судаковой раньше, пока она еще так не хайповала, пока она еще так себя мерзотно не вела, у нее, между прочим, мукбанги были очень даже классные. Когда она еще жила дома, в Каменск-Уральске, и она вообще вот, ее было приятно смотреть. Я редко кого могу смотреть на мукбанках, а вот ее я могла смотреть, и люди ее смотрели с большим удовольствием. И, кстати, вот это вот нежнятинка, нежнятинка, я думаю, многие, кто хотя бы раз или два раза смотрел «Маму отличника», помнят прекрасно, как Елена Павловна говорила, нежнятинка, девочки, да-да. В общем, это тоже оттуда. Короче, у нас Уралка тоже тырит и тащит ото всех, друзья мои. Ну, с фантазией у нее плохо, поэтому у кого с фантазией плохо, они, как правило, всегда занимаются каким-нибудь апологиатом, да. Так вот, друзья мои, Уралочка показывает вещички, все вещички, будь то нежнятинку-платьице, платьюшка, прикладывает к себе, к своему этому 55-му подбородку, натягивает на себя, показывает. Как бы Уралочки, да, в этой нежнятинке, друзья мои, вот была бы Фефочка, да. Далее, 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 да, кстати, друзья мои, вчера у Уралки все было сладенькое, сладкое, мальчики сладкие, а сегодня ее потянуло на одну сплошную нежнятинку. Все к себе прикладывает, все, значит, все, ой, смотрите, штанишки, ой, смотрите, висюльки, ой, смотрите туда, ой, смотрите сюда. Далее, друзья мои, далее, обдушка тоже перепала, штанишки, обдушки перепали. Она говорит, ну да, да, нужны ему новые штанишки, он же растет, оно и понятно, Уралочка, у вас в семье растут все. Будет, говорит, ходить и модничать, ну да, ну да. А для меня, говорит, любимый, белая футболочка, тоже модничать. Слушайте, я смотрю прямо, там весь кишлак модный, один сплошной моден, как говорит Уралка, да-да. Прямо устроили нам показ мод, прям дом мод, друзья мои, одни сплошные модели, представляете, куда деваться. Ну а далее Уралочка вытаскивает, вытаскивает, я достаю из широких штанин, да, как по-моему, маяковски, друзья мои, нет. Нет, друзья мои, Уралка вытащила ветровку и, говорит, заказала для себя любимой ветровочку. А если не подойдет, то мне есть кому ее отдать. И в этот момент голос за кадром как заорет, нет, тебе все подойдет, не надо никому отдавать. Еще бы, друзья мои, у этого сарафана зимой снега не выпросишь, а тут Уралка типа кому-то отдаст, да вы что? Да он от жадности скопытится тут же, этот жмот. Я думаю, все помнят прекрасно, как он приезжал к себе в кишлак на месяц, месяц, у него там у родителей мяса не было на столе. А он ездил на рынок, жрал там в одно горло и хоть бы раз пакет с продуктами, с мясом притащил в дом своих родителей. Ни разу, ни разу. Ну, понятное дело, если бы притащил, конечно, бы все показал, естественно. Ну, и в общем, друзья мои, наша Уралка достает, наша Агуша, наша Муазизова достает, друзья мои, ветровочку, начинает натягивать ее на себя, желтую такую, показывает ее и говорит, ой, смотрите, 68 размер, я пока болела, на один размер похудела. Уралочка, если честно, я что-то юмора совсем не поняла. На какой один размер? Ты нам два года талдычишь, талдычишь о том, что ты 68 размера. Правда, ты нам собственный размерный ряд никогда свой не показывала, да? Так вот, ты нам два года говоришь, что ты 68 размера, а тут ты напялила на себя весь 68 размера и говоришь, я на один размер похудела, пока болел. Ребят, ну, размер нам так никто и не показал, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что у нее там был как раз-таки 68 размер. 78, поверив, 68 никогда. Именно по этой причине она себе ничего не может заказать, ни на васильках, ни на тикитексах, потому что там нет ее размерного ряда. Вырядилась в эту желтую ветровку. Ребята, она мне напомнила огромную такую пчелу, такого шмеля, перероста, шмель-переросток, такой, знаете, которого накачали насосом. Такой огромный шмель, пузатый, такой большой, подбородки все свои свесила. Да, в общем, Олег предстал пред нами, друзья мои, во всей красе. Весь в желтом, большой. Ну, благо Олега теперь не потеряешь. Олега теперь будет видно издалека, друзья мои. Да-да. В общем, как говорится, с обновочкой. Но мне понравилась реакция сарафана. Как не подойдет, подойдет и еще как. Да-да. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Продолжение, как вы уже поняли, следует. Пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. И, конечно же, мои хорошие, до скорых встреч. Берегите себя, своих родных и близких. Субтитры сделал DimaTorzok